Добрый день Одесса! В эфире телепрограмма Люди Бренды. Герой нашей сегодняшней телепрограммы Люди Бренды, бренд мировой величины. Человек с крепкими русскими корнями, родом из Советского Союза, но смогший влюбить в себя весь мир, и в себя, и в свое творчество. Его работы и просты, и сложны одновременно. Кому-то они кажутся веселыми, кого-то настораживают, но однозначно никого не становляют равнодушными. У нас в гостях керамист, художник, философ Юрий Горбачев. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий. Вот такое вот начало, Юрий. Вы сегодня бренд мировой величины. Скажите, пожалуйста, как для вас? Вы ощущаете себя уже успешным? Вы знаете, я думаю, что для меня безумный комплимент, что я нахожусь в этой студии. Я думаю, за последние 10 лет передачи, которые вели со мной, включая CNN, Ларри Кинг, мне приятно с вами. Я думаю, что вы the most, на английском, intelligent beautiful girl. Я думаю, что да, я ощущаю. На ответ, ощущаю ли да, потому что ровно год назад все мне казалось, лур, музеи, коллекционеры очень известные, Барбара Страйзен, моя соседка. Это все было значительно, но когда моя работа оказалась в Государственном русском музее, я понял серьезность, и я понял, что пройдет 30, 40, 80 лет, 90, не будет меня, вас, не будет наших внуков, детей. Я верю, что мои работы останутся, и когда-нибудь скажут, какой интересный был веселый художник, во время экономика менялась, крутилась, психология менялась. Вот это для меня комплимент очень большой. Я понял, скорее всего, через работу царя Николая со своей семьей, которая навсегда остается в фондах Русского государственного музея, где лучшие сокровища мировые русского искусства. Спасибо, Юр. Вообще, чем старше человек становится, тем интереснее с ним беседовать, такая многогранная уже получается личность. И вот скажите, пожалуйста, ваше отношение к успеху за эти годы изменялось, и что сегодня для вас успех, вчера, позавчера? Я думаю, эта философская тема абсолютно точно менялась. И оно меняется, я думаю, у людей, чем интеллигентнее человек, чем он тоньше, самобытнее, уникальнее, слово «сексес», «успех» меняется каждую минуту, даже секунду, потому что каждая одна секунда имеет смысл и значение, и время – основная категория. Поэтому я думаю, что для меня был успех первый, когда бабушка сказала, мне было 5 лет, она говорит, Юра, твоя лошадь как живая, а там, где я жил, у меня не было братьев, сестер. Моя мама тогда была в сталинской тюрьме в крестах, она присылала мне из крестов такие куклы Буратино. И я тогда не понимал, почему трусы у Коуна, у Буратино, одевал их, дети до 6 лет ходили без трусов, как одевал, и ходил по деревне. Тогда для меня был успех, тогда был успех, что я был в ярких таких, позитивных, ярких тонах, мне это так нравилось, но это было на то время. Вот я думаю, во времени успех меняет свою окраску и значимость. Но я думаю, все люди с любой психологией, с любым направлением, значимостью мечтают, хотят быть успешным в каком-то направлении, обязательно. Сегодня для вас это какая картина? Вы как художник, я буду часто обращаться к вам как художнику, вот если бы вы сегодня рисовали картину успеха, что это было бы? Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что, может быть, это немножко наивная мечта, мне всегда не хватало любви. Я родился, у меня не было братьев и сестер, я счастлив, что у меня три сына, но я думаю, даже выставка сегодняшняя, которая проходит, и работу, которую я бы изобразил, то есть мне всегда казалось, что меня любят. Это было даже на протяжении, может, до 50 лет. Потом я понял, что это не совсем не обязательно, чтобы меня все любили. На сегодняшний день достаточно людей, которые любят меня, их миллионы по всему миру, поскольку работа находится и в Белом доме, и в музеях значительных. Я думаю, что я бы изобразил сегодня картину, но предельно больше, чтобы она нравилась людям, которые, допустим, переехали в другую культуру, или у кого вдруг что-то, трагедия в семье, может, кто-то из близких ушел из жизни, или, наоборот, родился. Но это была какая-то универсальная работа, которая обязательно была как праздник, не искусственный, а реальный, как медицина действовала. Я думаю, что на сегодняшний день любая моя работа, я так верю в это, она работает как медицина, действует. Мне всегда говорят, Юрий, как вы называете свой стиль? Я невольно говорю, позитивизм. Позитивизм. О секретах успеха Юрия Горбачева мы узнаем сейчас в маленьком досье, которое мы для вас подготовили. Давайте посмотрим первый наш сюжет. Горбачев Юрий Михайлович – один з найбільш яскравых и самобутніх вітчизняных художників, которые выехали в Америку. Народился в 1948 году в Новгородской области. Закинчив керамичный техникум о Буровичах. Позже навчался на философском факультете Ленинградского государственного университета. Художник прожив больше 20 лет в Одессе, где закинчив художньографический факультет педагогического института и стал членом спилки художников Радянского союза. Также в Одессе в него народилось трое сынов. З 1991 року живе і працює в Нью-Йорку. За 40-річну творчу діяльність художник піднявся на вершину світового мистецтва. Його твори знаходяться у численних престижних музейних колекціях, серед яких Лувер, Білий Дім, Кремль, Музей ООН, Національний музей України, Московський музей сучасного мистецтва. А також у приватних колекціях багатьох знаменитих людей планети, в том числі президентів, політиків та зірок шоу-бизнесу. Творчість художника сягає корінням духовних цін остерідної культури, які пов'язані з найбільш глибинними запитами людського духу, радістю і надією. Вони символічно виражені в роботах майстра. Дякую! Наївним искусством, магическим декоративизмом, византийська імпресія, психоаналітична естетика і символізм, і тільки що у вас прозвучав позитивизм. Кае із цих оцінок вам ближче? І що таке позитивизм по-горбачівськи? Я думаю, що моє іскусство, все, що я роблю, воно, естественно, не в якісь розогнать рамки конкретні невозможні. Ні в абстрактне іскусство, ні реалізм, академічне іскусство. Для мене інтересне академічне іскусство. Вище, я считаю, всі художники в житті, які в мене зустрічаються, і Сузенополь зустрічаються, я всіх люблю, і дуже внимателно відношусь, і учусь у них. І на самому діля трачу десятки часів, буват, в сутки, на понимание процеса ринка, процеса інтереса к іскусству. І, взагалі, я б назвав одним словом, ниндзя загнать мої роботи, чи назвати только це абстрактний фігуратизм, фігуратизм, можливо, воно близько. Але я сказав би, що це Юрий Горбачов, тому що я не сомневаюсь, що кожна лінія, в якій я починаю роботи, вона не останавливається. І є художники академічні, включаю вже Шишкина, т.е. те, хто знає в России чи в мире художників, Раушенберг, є художники, яких невозможно повторити. Це дуже рідкий-рідкий случай, на мій взгляд. Це Джаксон Поллок, абстрактний художник. Тому що я бачив його процес, коли я з'явився, і процес, як він творив, чи Либерман, я бачив, як це складно, і як він унікальний, він присідав, він вставав, він бував, може, навіть не трезвом в якомусь такому стані. Т.е. для моїх робот дуже важливий процес, він унікален. І я думаю, що цінність моїх робот, а назвав би я Юрий Горбачов, чи позитивизм Юрия Горбачова, хтось спостораживається, хтось ждет в цьому всім классических техник, може, а здесь совершенно простая техника, але дуже багато здесь символізм. Близки ли ви цим к пониманию, може, сюрреалізма, символізма Сальвадором Дали? Я сейчас отвечу, я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, що, естественно, изобразити на искусство, я не буду сейчас лекцію, или говорить, как оно развивалось, що Кандинський, Малевич, Шагал, їх знають даже в Америке, діти на улиці, отземіна, вони все залишли з Росії. Т.е. Русська школа абстрактного, современному искусству, 30-х годів, дуже сильна була. Естественно, повлияло на всіх художників, які відсотків, які відсотків, 70-х, в тому числі і на мене. Я думаю, що як академічний художник я получив прекрасну школу, тому що моїм учителем був Гегоміан Валерий Арутюнович, ученик Сар'яна, це на худографію у нас в Одесі, більше 20 років тому. І я думаю, я прекрасно можу реалістично зобразити, потратив немного времени, вас, Ольга, я думаю, даже ви себе узнаєте. Вообще, академічних художників можуть повторити даже китайці, научені. Але для мене ценность, например, Раушенберга или Мира, художник, или Поллок. І я відношу себе не тому, що я приравнюю по степені значимості на сьогоднішній день, тому що время обязательно покажет, наскільки інтересна моя работа. Але на сьогоднішній день, живя в Саніттатах, на самій вершині, я считаю, не Олимпії, але Нью-Йорк, Манхэттен – це моє місто. Я люблю дуже Манхэттен, я люблю стиль цього міста, я люблю ритм Нью-Йорка. І для мене це определенна значительна планка, к которой я стремлюся, живя в Одесі більше 20 років. І я, знаходясь там, я понял, що американці, вони також, як русські люди з Одеси, у них є свої недостатки і достоїнства, але Нью-Йорк – це виключительно мій місто. І я, знаходясь, в Америкі, може, на сьогоднішній день, може мені знати, навіть більше, ніж в Одесі. Наверно, тому що кожен американец, у нього є ностальгія, зв'язь з Одесою, з Минськом, це може бути Берлін. Я думаю, що, мої роботи – це як перегородча емаль для многих. Але і не то, і не другое. Я думаю, це процес создання робот настолько уникальний, що я сам, коли мені надалжусь спати і просыпаюся, я смотрю на роботу, і коли мені подобається, це передається на людей, які їх іміють. Я це делаю абсолютно искренне, але дуже сознательно. Я изучаю подробно детали в изобразительному искусстві. Техніка у мене уникальна, она не повторяється. І якщо я сам повторяю роботу, то она получится другая, тому що детали, символіка, о которой ви говорите, она действительно присутствує в каждій роботі. Смотрите, давайте я тоже об цьому много читала. Вот, наприклад, у вас якби закодировано все по психоаналізу, по Фрейду, что ли. У вас каждая робота несет такой смысл. І, звісно, обладателі роботи, ми ж знаємо, що покупателі покупають роботу неслучайно. Вони там видять і отраження себе, і отраження своїх емоцій, і отраження своїх інших речей. Вот обладателі ваших роботи – це известні люди в мире. І Мик Джагер, і Алла Пугачєва тут ж, і Мадонна, і Андрій Агаси, совершенно різні люди. Да, я думаю, що... Кто покупає? Я думаю, мої роботи, колекціонери, люди, які любят і покупають мої роботи, це, в першу чергу, люди не... вони не відвичаються снобизмом, з претензією. Але це унікальні по своєю психическому, философському несостоянию, а значимості люди. Вони сами по себе дуже самобытні, талантливі актёри, писателі. Я знаю їх процес, як вони становились. Я заранію вижу, коли моя выставка открывається, я чувствую в своїх колекціонерах. Я понимаю, тому що вони на перший взгляд кажуть мої роботи прості. І я специально, сознательно роблю дуже просту композицію, щоб родилося у зрителя відчування доступності. Тобто здалі многим кажуть, що вони можуть зробити щось прохове, але це на поверхності. Я знаю, навіть мені самому трудно повторити те, що я зробив, але це опут в кераміки 20 років. Це тому, що я зробив виставки в Індонезії, в Бали. Я зробив в Бразилиі інтересні виставки. Тобто на сьогоднішній день важливо то, що я через себе проніс кажду лінію. Я изучав до деталей школу Балинийську і так далі. І отразилось в моїх роботах. Я, наверное, взял все, що в мире существує позитивне, і попытався создати праздник в моїх роботах. Тот, який, наверное, необходим каждій культурі, кожній національності в мире, які на сьогоднішній день соединяються часто через Гугл или компьютер, як сьогодні говорять. Як сьогодні, да, це вообще хорошо. І мені повезло. Я, наверное, заметила, що я, навіть, ніколи не думав лет п'ять назад, що мені достатньо було набрати Горбачів художник, що вийду я, там в нескільки сот тисяч буде ссылок на це. Конечно, для мене це комплимент. Не просто я радуюсь, що там так мене багато. Мені завжди інтересно, що робота, я думаю, із всіх творчих людей, творчих професій, ізобразительне искусство, не просто мене близько, а оно, наверное, саме матеріалізовано, матеріально, в плані сохранення во времени. І тому, Мит Джаггерс, з яким, Ронни Вуд, ми робили вместе в місці виставку, хоча це геніальний Ронни Гстон група, гави метал, знайома від нового поколення моїх дітей до моєго возраста і старше, але вони з удовольствием займаються ізобразительним іскусством, тому що вони хочуть зафіксувати себе матеріально, матеріально, це дуже важливо. Поверхність холста, вона має багато об'єм, деталі, це, кажется, іллюзія, але от світа моїй роботи відзавит, от міста, де вони знаходяться. А не, скорее всего, у мене одна моя коллекционер, Цемента Дрейк, она Нью-Йорк Тайм-журналист, а она, Юра, удивительно, твоя работа, она как бриллиант, очень зависит, даже рама играет роль, я говорю, да, потому что на самом деле она как фокусирує внимание. И, конечно... Юр, я неслучайно попросила вас сегодня принести вашу работу, очень хотелось бы для зрителей наглядно, не голословно, наглядно посмотреть на тонкость этой работы. Насколько я читала, аутентичность, так называемая, по-говорючевски, ваша работа, да, это обязательное наличие некой вот дымки или ауры в работе, некого светлого пятна, который обрамляет картину, да, это полное отсутствие черного цвета, это присутствие золота, серебра, эмали, лаком, это ваша техника, да, может, я что упустила? А я, знаете, то, что ты сказала, все перечислила, когда-то я мечтал, у меня моя керамика, которая занималась в Одессе, до отъезда в Америку, тогда не было цвета, не было красок, нужно было выискивать, создавая зеленый цвет, я должен был смешивать с синим, синий-желтым. И когда я оказался в Америке, Джефф Кеннеди, температура была 90 с чем-то градусов, это более 40 градусов плюс, я как-то переживал, на первый же день я оказался в арт-шоп-магазине, где продаются краски, я мечтал, что заниматься еще и дальше керамикой, но я понял, что там все цвета готовы, продаются краской для щек, для носа, и я начал думать о своем собственном свете или стиле, а то об узнаваемости, иными словами. Мне хотелось, чтобы меня любили и узнавали. И я понимал, что живопись, с ней можно бывать во всем мире, в разных государствах, и простота – это иллюзия. Даже взять в этой работе, естественно, нет черного цвета, но не потому, что я сознательно это делал, я не знал об этом. Я в одежде, у меня всегда черный цвет, разоруки выразительные. на картинах нет? Я думаю, что это так случилось, так уже получилось, что моя палитра не имела черного цвета, у меня была некая компенсация. Я на самом деле использовал золото, для меня золото не просто украшение, это символ солнца, я поклонник солнца, не просто отдельной религии. Солнце у меня стоит выше, луна, звезды, даже на этой работе луна у меня присутствует, луна и звезды – это основные атрибуты в каждом моей картине или вяженые. Я не скажу, что это самая характерная работа, но зима, иногда в Нью-Йорке мне говорят, люди идут по улице, доктор Живаго, не знающий меня, я говорю, мистер Столли, это для меня огромный комплимент, потому что многие американцы видят Россию через мои работы яркой, а на самом деле, если Новгородская, Псковская область, если вы когда-нибудь побываете, где живет моя мама, Боровичи, контраст между зданиями, яркими окнами, это действительно уникально, но это север на самом деле. А еще я скажу, что север, я еще скажу, Ольга, знаете, что я вот сейчас подумал, что люди, родившиеся на севере, они пытаются всегда ярко, они очень удивительно делают тропики, потому что они не передают их документально, а у них фантазия работает, и мне кажется, что всем северным свойственно ярче изображать юг. Абсолютно, да. Юг. А еще интересно, когда последняя выставка у меня была в Бали, и в Жакарте была огромная экспозиция, в музее национальном. Ко мне подходили индонезийцы, из Жакарта посетители, они говорили, они смотрели на мои ели, поскольку они родились в тропической зоне, они никогда не видели елей, они смотрели на ель, как на статуи Либерти, как на экзотику, как на египетскую пирамиду, потому что это экзотика для них. Но я сознательно это смешиваю, потому что я родился, где ели и сосны, и люблю тропики, вот это смешение, мне кажется, это то, что не потому, что человечество стремится, а то, что необходимо сегодня, когда земной шар легко преодолим в течение секунды через интернет и транспорт, и, наверное, наверное, элементы, которые, то есть я сегодня себя называю абсолютно искренне, что я интернациональный художник с очень русскими, украинскими, одесскими, нью-йоркскими корнями. Вот как я все называю. Но вас на самом деле еще называют самым русским, африканским художником, родом из... Ой, для меня был огромный комплимент. Я нашел... Африканская техника? Нет, я три года нашел, я не помню фамилию, он удивительный, мне просто, я случайно, я с удовольствием трачу 2-3 часа иногда в день, не просто читаю себе, мне интересно, потому что через анализ то, что происходит в мире моих выставок, я вижу одновременно, что в политике происходит, в культуре, в спорте, и в стране конкретно, если это в Китае выставка или в Индонезии. Я заметил это, это на самом деле так и есть. А кто по гороскопу, Юра? Я на английском, это каприкон, козерог. И родился два дня до Нового года, 29 декабря. То есть козерог, наверное, тоже в вашей работе должен присутствовать, да? Вот я тоже читала, что, опять же, у вас лошадь не лошадь, а лошадь, это символ красоты и силы. Что у вас означает эта замечательная, такая пышная кошечка? А я сейчас скажу, вообще для меня символ России, я часто об этом говорю, это и Одесса даже, это бегущая, стремящаяся, красивая, гордая лошадь. Она бежит независимо, и она, может быть, убежала из леса, могла прибежать там, где люди, где население, где социальные происходят какие-то изменения. Я люблю котов, потому что для меня это тигры. Я вообще лицетворяю Америку, это прыгающий тигр. Но, понимаете, всегда людям хочется потрогать то, что почти недосягаемое, что тигр, на самом деле, чаще мы видим его или в кино, или в зоопарке, но мы не можем тигра, прям незнакомого тигра, и даже, когда бываем в Африке, когда мы смотрим в зонах определенных, там, в заповедниках, то он притягивает свои силы, мощности, может быть, как бы не понятие, не понимание их движений, но он как бы получается, а кот как прирученный тигр для меня. То есть всем хочется приучить, приблизить то, что на самом деле это сильное. Я поэтому даже иногда парадоксально, но украшаю своих котов и кошек. Я это делаю искренне, и тем самым я приближаю, и мне кажется, им это нравится. Мне кажется, что одна моя, Любаскина коллекционер, и мой менеджер в Талине живет, я уверен, что она любит мои работы, она говорит, коты – это твой автопортрет. Я никогда об этом не думал. Может быть. Да, что-то есть. А что в ваших работах? Рыбы, журавли? А все символика. Ведь знаете, рыба Азия, я часто бывал в Саус-Эсейже, это Малая Азия, Филиппины, рыба в Китае, в Японии. Рыба, конечно, это символ, и мы русские, которые родились в Одессе, люди, родившиеся в зоне еще формы СССР, бывшего СССР. Мы интуитивно, мы всегда слышали, что рыба, она приносит доход, сохраняет твой силу, даже в сексуальном плане она помогает соединиться близким людям. Рыба-защитник обычно. Я интуитивно, на самом деле, часто люди, которые подходят ко мне на выставке, я интуитивно угадываю иногда человека, месяц его, не потому что мне говорит какой-то голос, а я начинаю, я когда начинаю подписывать, например, если эта работа, например, Юрий Горбачев, музейный тур, я начинаю рисовать, рука мне сама идет, или это рыба, например, я чувствую, что обязательно моему сегодняшнему посетителю ему необходима помощь, физическое или материальное, бывает это птица. Я чувствую, что в это время коллекционеру моему или человеку, которому интересно моя работа, ему не хватает свободы, или ему же независимость. Вот такое происходит. Все проходит в течение нескольких секунд, потому что все, мой символ, и я часто люблю повторять, что в этой жизни никогда ничего потом не бывает и не повторяется, и мы живем набило, и каждая секунда имеет смысл и значение, и я думаю, что время это основная категория, поэтому во времени я твоей передаче прекрасная, я считаю, что она изумительна, идея ее и привлечение внимания, и создание как бы интеллектуального праздника, и обращение внимания может на уникальных самобытных людей, и, конечно, для меня огромный комплимент, мне повезло, что я в этой передаче, но я пожелаю всем зрителям ее, и тем, кто тебя уже знает это и любит, я считаю, это гениально интересный и личность, и я бы сказал на английском tell me your secret why you're so attractive, скажи мне, почему так притягиваешь, поэтому во времени я тебе и всем нашим зрителям пожелаю, чтобы они смотрели эту передачу от начала до конца, и у них во времени обязательно сбудется намного быстрее, что-нибудь очень важное, быстрее, чем они задумали, и эта передача поможет. позитивисты с Юрием, на самом деле я тоже подготовила сюрприз, хочу показать сюжет из выставки Юрия Горбачева, которая только недавно открылась у нас в Одессе, и пришло очень много друзей, коллег, которые пришли поприветствовать Юрия, и мы собрали некоторую такую квинтэссенцию, эссе о творчестве Юрия Горбачева, давайте посмотрим, пожалуйста. Он все время в движении, и это его девиз жизни, ничего не бывает потом, а вот сейчас, и вот ради этого сейчас он работает очень много, и на сон оставляет 3-4 часа. Для меня его работы это возвращенный рай, вот вы знаете, тот рай, который нравится всеми, где бы Юрий не выставлялся, на острове Бали, в Бразилии, в Лондоне, в Америке, в России, он находит своего зрителя и почитателя, потому что это искусство как раз обращено к вот этим далеким слоям, давним, и оно так нужно, чтобы обновить даже современное искусство, и вот то, что он и соединил декоративное искусство с живописью, и соединил север-юг, восток и запад, сделало его художником группы 1А. Вы знаете, что в энциклопедии мировой Юрий художник высшей категории, это мировая знаменитость. Самое интересное в работах Юри, это его открытость, открытость, декоративность и активное звучание цвета. Я уже буду переходить такой на профессиональный язык, поскольку профессионал. Вот, будем говорить, умение создать настроение за счет декоративности цвета, это непростое искусство, это, будем говорить, искусство, связанное не просто со знаниями, а с энергетикой. Есть еще одно колоссальное достоинство. Это человек, который, будем говорить, от керамики смог перейти к декоративной живописи и сохранить свое лицо. Это настолько важно для художника, вот, я считаю, что это как раз и есть его составляющий успех. Часто в искусстве, в особенности в изобразительном искусстве, есть очень много перепевов, перекличек, цитат, из множества работ авторов. Совершенно невозможно узнать, кто же является автором той или иной работы. Юрина же творчество узнаваемо сразу, моментально. Если бы висело здесь 10 тысяч работ, а Юрина бы, работа была бы совершенно маленького формата, все равно на ней остановился бы взгляд любого посетителя. Мы когда познакомились, он был совершенно неизвестным, молодым, но мы все были молодые, веселые. И вот этот позитив и талант исходили уже тогда. Он делал глиняные скульптурки, а, вы знаете, он делал серьги из глины. Тогда же, в советское время, не было ничего. И я у Юры брала эти сережки, и мне завидовали все мои подруги, ни у кого же нет. Вот вы себе это представить не можете. И они были так хороши, и каждая пара, это всегда была творческая работа. Юра, правда, очень много работал. Он тогда перемалывал такое количество глины, потому что он занимался тогда керамикой, что просто удивительно, гораздо больше, чем все остальные. Ну и поэтому и результаты были. Он стал быстро членом Союза художников, он делал очень прекрасные работы, насколько можно было возможно в то время из керамики в Советском Союзе что-то делать. Это же краски, сложности, у меня его работы дома есть. Я там утром просыпаюсь, там висит большая Юра на работе, на которой две прекрасные золотые птицы. Они мне улыбаются, я им тоже улыбаюсь. Ну что, прекрасно, интересно было очень интересно, очень. Сережки. Очень интересно. А это мне, это как ностальгия на самом деле. Я думаю, что в каждой моей работе есть отдельный цветок, наверное, это то, что я занимался сережками 25 лет. Я хотел, чтобы были красивые женщины, всегда хотел. И на то время, 25 лет назад, это было просто как привлечение внимания, мой материал. Я еще один сюжет хочу сказать, что для меня, я думаю, я начинаю думать все-таки источником энергии или что же все-таки. Я думаю, я недавно посетил мою маму, мама у меня уникальна. Я как-то иногда говорю в некоторых интервью, я был приглашен в Белый дом Хиллари и Клинтон пригласили 28 важных людей для культуры Америки и я был среди них и я так волновался, я думаю, завтра я увижу Хиллари в Белом доме буду. Я естественно звоню моей маме, потому что мама у меня смешнючая, она говорит, ты мне не звонил три месяца, бывает два дня не звонил. Мама, я тебе только вчера звонил. И если я звоню каждый день, она говорит, что ты так мне часто звонишь? То есть я узнал моей маме себя в некоторых вещах, потому что она занималась качеством и делала такие красивые с бисером Мулине называлась. Я думаю, что она такая уникальная, но когда я сказал, что я буду в Белом доме, она говорит, а что ты так радуешься, им повезло, что они тебя увидят, моя мама говорит. Имеюду Хиллари и Клинтон. Это моя мама. А давайте поговорим о вашем детстве. Вот вы много говорите о маме, вы сказали о том, что она была угнана в сталинские лагеря. За что? Она была учителем в школе. Я родился, я не скрываю, потому что в каждой мне не то, что энциклопедия, кому интересно. Я считаю, что это счастье, что я прожил уже 63 года и надеюсь, что могу прожить больше. У меня три сына, их люблю, они как продолжение меня. Я отношусь к работам и к своим детям на чашу любви, надежды и значимости одинаково. И я думаю, что... Еще раз повторю вопрос. Мама, детство, почему ее забрали в сталинские лагеря? Я никогда не забуду, моя мама, она, это было 52-й год, родился в 48-м. То есть, удивительно, я смотрю некоторые фотографии, и мне четко-четко видится, моя мама показала последнюю фотографию, это было сделано, может быть, в 51-м году. Я сижу, и там коврик, на лодке плывет такая семья счастливая, и напротив другой коврик, охотники на привале. Я четко-четко помню этих рыбаков, а мне тогда еще трехлетние было, мама говорит, она говорит, ты не можешь этого помнить, мы уехали до трех лет, в другой дом, там этого коврика не было. Она не понимает, а я помню, это прекрасно. Я думаю, что мама и бабушка, они сыграли огромную роль своими прибавудками, рассказами, я говорю, бабушка, ты такая маленькая, маленькая и страшная, а мне было лет 9, я выше ее родством стал. Она говорит, большая фигура да дура. То есть все в поговорках, все на самом деле в поговорках, это удивительно. А что с мамой? Почему старой судьбой? Мама была, мам, раньше, я думаю, что не 90%, практически все, без исключения, в сталинское время, не просто какая-то отговорка, но как истечение истории или судьбы. Мое такое впечатление, что для людей от рождения мы рождаемся одни в этой жизни. Может, даже у тебя брат или сестра родились одноицовые близнецы, но все равно это уже другие люди. Мы приходим один на этот свет и мы уходим одни. Между рождением и смертью, вот этот процесс, который, видимо, мы не знаем, к чему мы, Всевышний, или природа человека, почему мы живем между, и что мы уходим, это страх перед смертью, у него нет, как перед жизнью даже страх. У меня нет ни того, ни другого страха, но, скорее всего, мне хочется не запечатлеть ощущение, что это уже не я, то, что я делаю, это принадлежит другим людям. Но моя мама, она как бы участница момента из моей небиографии о реальной жизни, потому что, вернувшись с армии в 71-м году, я работал, что была прописка в Питере, в Ленинграде тогда, в тюрьме в крестах. И я впечатление, что видел каждый кирпич, когда она там находилась, как в изоляторе, по доносу, она находилась более, у нее был срок 10 лет, в крестах. Она была в листах? Это царская самая знаменитая тюрьма. А за что? Она была учителем? Она учителем, потому что мама была очень, на английском это freedom. Моя мама и сейчас, она говорит, Брежнева надо расстрелять из ружья, она иногда говорит, мама, это уже вот не так, что-то когда мы начинаем говорить. Может быть откровенность, может быть она прямолинейность. Вообще русские люди, они очень уникальны в плане глубокая Россия. За свою свободу она где-то и пострадала. Да, она пострадала за свою свободу. И это свободолюбие вам придалось. Я думаю, что ведь то, что я делаю, это определенный риск. Я не думаю, что в мире, каждому, кто на земле родился, и художники, тем более, все художники, я их всех люблю, но они самые ранимые люди это художники. Они лишены обычно социальной какой-то закрытой поддержки. И я думаю, даже журналисты могут, может больше свободы выбора. Художник это тончайший организм. И поэтому, когда художник видит успех другого художника, я уверен, что есть ревность, ощущение ревности, может быть даже зависти. Но что касается меня, я думаю, что любой художник, не то, что должен, мне хотелось бы даже сильный, профессиональный, суперпрофессиональный академист. Чем он сильнее, тем больше он меня любит, и это вижу. Иногда расстраиваются, можно говорить об успехе, не потому, что не принято, это время всегда покажет. Но уже сегодня при жизни, когда миллион людей любят мои работы, они находятся, там, Барбара Страйзен, Микки Джаггар или Ронни Вуд, или Майкл Джаксон, Молотой, я купила мою первую работу. Это для меня было открытие, и я считаю, что это конечно признание и музея, которые имеют мои работы. Но это истечение, это все, я думаю, что все это пришло только со временем и сыграли роль ключевую. Сыграло место, где родился Толгловка в Новгородской области, моя мама, которая рассказывает, что она еще жива, бабушка и наблюдательность. Видимость какой-то эмоциональности, я же такой эмоциональный, но как американец, я все равно прагматичный. При этой эмоциональности я работаю действительно 20 часов, 18-20 часов, и мне кажется, все люди вокруг меня, 90% ленивые. Вот это меня злит иногда. Я прихожу, я думаю, самым для меня плачевным аргументом скука. Если я ощущаю скучность, я себя заставляю, мне тяжело становится. Я сейчас свободно говорю, потому что мне весело, интересно говорить с тобой. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот с бабушкой была большая часть детства проведена, потому что мама была в логике. Бабушка научила пословицами, поговорками, но выработала трудолюбие такое, да, я так понимаю. А связь с отцом была какая-то связь? Была моя связь, у меня была очень интересная, неинтересная, он умер уже давно, мой отец. И вот этот момент, что я в Новгородской области, он похоронен вместе с моим дедом, я посещаю его, прихожу на кладбище, каждый год я приезжаю из Америки, прилетаю к маме, прихожу. Мне нравится даже, где он похоронен, кладбище, деревья, это некий какой-то рай, особенное место, мне кажется, продолжение жизни идет, они вместе похоронены. И я, честно говоря, как многие из нас, мы начинаем сомнить родителей или близких людей, когда они уходят. Это не секрет, это кажется банальным. Но здесь я четко себя поймал, что я что-то потерял, я не успел от отца, получить то, что в нем есть, потому что люди, которые его еще помнят, он относился ко мне, я бы сказал, он всегда как бы заставлял меня что-то делать и говорил, что это такое, ты занимаешься изобразительными, как сильно, зачем, кому они нужны, кому нужны твои, ты должен быть доктором, он мне все время говорил. Но его подсознание, я считаю, что я стал доктором на самом деле, потому что я думаю, что моя лучшая подруга в Канаде, Наташа, она говорит, Юра, твои работают, для меня терапия, у меня есть от в офисе, и многие приходят, этот яркий контраст, свет, они бывают депрессированные люди, они как будто, они получают инъекцию адреналина, они меняются, они оживают. я верю, я верю, что это так и есть. Конечно, не значит, что не все, всем без исключения моя работа нравится, это ненормально. Не всем нравится Дали, не всем нравится Ван Гог, не всем нравится Раушенберг, но, как я и сказал, больше миллиона людей их любят, коллекционируют, безумный комплимент для меня. Я думаю, даже где-то более свободолюбивые люди любят эту живопись, и те, которые готовы выйти за грань, потому что не быть в шаблонах, в стандартах, натуральной технике, они не находятся в нижней шлоне. А которые способны подумать шире, как-то я так себе понимаю, да? Я думаю, что мои работы, во-первых, они сделаны уже во время, когда, я уже начал в начале, в своем говорил, что искусство, оно терпело не просто изменения, оно как, это было как остановка, время Малевича, Кандинска, реализм полностью в тупике был, и появились абстрактные художники, и Америка более 20 лет, начиная от 30-х до 50-х годов, практически не имела своих знаменитых, хороших художников, это была реалистическая, американская, можно сказать, такая сладкая живопись, и когда уже появился Раушенберг, и Джексон Полок, это и мои герои, и, кстати, мой любимый художник, он может не нравиться академическим художникам, зрителям, или кто коллекционирует только академическое искусство, реалистическое, я ни в коем случае не критикую, коллекционирование изобразительного искусства любого направления, это уже подвиг, поэтому это 100% на мой взгляд значительнее, если правильно угадал коллекционер, чем Дж.П. Морган, или Ситибанк, потому что это 100%, я в этом не сомневаюсь, потому что я сам, у меня есть несколько художников, которых я люблю, и коллекционирую в моей коллекции в Нью-Йорке, я не то что горжусь, я радуюсь. Юрий, многие знаменитости имеют ваши работы, но вы тоже похожи на одну из знаменитостей, на Фредимерку, никто не говорил вам, что вы похожи? У тебя, наверное, вторая, ты знаешь, был момент, я не буду долго говорить, но я из Сингапура, была выставка в Гонконге, со мной была женщина в таком ярком красном платье, такая довольно увесистая, и я эмоционально все рассказывал, как обычно, ее Линда звали, Линда, и 4 часа был полет, и вот задержали 2 часа, 2 часа полет, все вместе 4 часа, и когда мы сидели в бизнес-классе, когда мы выходили, я так как пахал руками, все рассказывал о том, что у меня будет выставка Я впервые встречаю человека, который похож, никто больше, чем ты, похож на Фредди Меркури, а я тогда был, я не понимал, это комплимент, или что это такое, я был немножко поражен, удивлен, оказывается, она была менеджером его на протяжении 23 лет, я не знаю, может быть, сейчас у меня черная рубашка, наверное, мне надо похудеть, эмоционально, я считаю, что я мой герой, я считаю, что это гений, Фредди Меркури, когда я сегодня слушаю его любые композиции, фантазии, его движение, performance, я думаю, что еще не родился сегодня человек, который у нас свободно, я не знаю, как я подошел к нему, насколько есть, какое сходство, но мне он настолько любопытен, интересен, я могу смотреть его два-три часа, захлеб, любуясь, как он двигается, он для меня очень близкий человек, он самый нескучный, может быть, серьезный музыкант, может быть, еще очень не близко к нему, но это совсем другой, Микель Шагер, потому что мы вместе делали выставку, но это другая история. Но еще одно известное имя, я думаю, внесло такой свой вклад в формирование вашего успеха, все-таки Михаил Горбачев. А, Михаил Горбачев. Раиса Горбачева, дело первого вашего выставка в Москве. Я думаю, это вечный был вопрос, особенно 20 лет назад, когда во всей американской прессе выходил Юрий Горбачев и многие, кто меня знал в Одессе, они говорили, и у меня уже пошел успех, журнал Time, я на обложке журнала, на обложке журнала Time, где у меня сейчас здесь, Time это номер один журнал в мире и попасть внутренний в отдел People, People это звезды, Брукенг или Невска. Ко мне подошла, была такая партия в Плазик отелях в Нью-Йорке, Латой Джаксон, Майкл Джаксон. Латой подошла и говорит, вы можете мне подписать журнал Time? Я подумал, а у меня английский был не очень, но я думаю, я думаю, что-то она путает. И вдруг она открывает страницу, где статья обо мне, и, конечно, для меня был безумный комплимент, я не ожидал, что я уже нахожусь в журнале Time, но я тебе открою секрет. А как вы познакомили с Раисой Горбачевой? Я думаю, что она сыграла, может быть, самую значимую роль в том, что она определила не то, что мою судьбу, а именно, она организовала, существовал Советский фонд культуры, который Лихачев возглавил, академик Лихачев, я считаю, что это не мастерство, это гений русского языка, он ушел, с его входом настоящий язык тоже, ушел, но он есть, но он в других людях там и так далее, но Лихачев был президентом Советского фонда культуры, Горбачев тогда создал этот фонд, я думаю, два момента, конечно, играла роль Самара Иса Максимова, потому что она была энтузиаст, ее любят и сегодня, любят в Англии, в Америке, и она, она мне предложила выставку в Советском фонде культуры, будучи секретарем, тогда был Мясников, но реально она играла огромную роль, она подошла и сказала, какая великолепная коллекция керамики, я занимался керамикой тогда, и она говорит, Юрий, вы знаете, я говорю, я не знаю, она говорит, а где дальше ваша, куда вы дальше собираетесь, вашу выставку, что вы дальше, я говорю, я думаю, что вот во Франции, я бы хотел, в Нью-Йорке, она говорит, вы знаете, Юрий, я считаю, что Нью-Йорк ваш город, она предсказала мне, выставка была успешная, и Нью-Йорк мне казался моим городом в том плане, именно там я полностью перешел от керамики, когда подошел Михаил Барышников в Джавит-центр, и сказал, что ему интересно мои пласты, декреты о советской власти, могу ли я это сделать в живописи, и у меня родилась мысль, что мне интересен весь мир, керамика колется, она тяжелая, и я подумал, как интересно, я тогда занимался живописью, все время занимался, но не настолько как керамикой, но тогда перешла, эта идея стала реальной, и моя живопись первая, она не была такой яркой, там не было такой техники, но постепенно, когда люди говорили, Горбачева живопись, это на английском, like an emal, a glass of a, а я знал эти слова уже, что это как эмаль, и я понимал, что многие живущие в Америке, люди, которые со всего мира приезжают, их интересует эмаль перегородчатая, потому что мою живопись начали, и тогда я уже, я думаю, что она менялась у меня с каждым годом, и сегодня есть работы, созданные в 91-м году, я добавляю детали эмали, мои работы считают, это как живые организмы, если ты видишь эту же кошку, если она останется еще в моей коллекции, это уже работа проданная, я не буду говорить кого, но для меня это тоже комплимент, из Киева, но я, знаете, как детей своих, ты украшаешь, или ты желаешь им в спорте результатов, если дочь, ты хочешь, чтобы она еще красивее, может быть, очень сделала большие успехи, в этом режиссуре, и ты не заботишься о ней, я точно так же заботюсь о своих работах, как о детях, не меньше. Ну, если Раиса Максимовна сделала первый шаг вашей известности, да, я думаю, второй шаг вашей известности сделал тот же немалоизвестный в Америке уже человек, который предложил вам рекламироваться, да, Мишель Ру, я понял, о чем ты говоришь. И вы стали рекламной компанией, по-вот. Мишель Ру, это гений маркетинга, я считаю. Я не помню, в Америке человека реально, который не просто потрогает, а который, понимаете, Америка, я думаю, что люди, которые возвращаются из Соединенных Штатов, и они говорят, плохо об Америке, или они говорят негативно, они не состоялись там, я не буду сейчас хвалить специально, или наоборот, восторгаться, или негатив какой-то, я очень объективный, я не знаю сегодня ни одного человека, который может быть в будущем по вашей студии, или вообще на детском телевидении, который находится в эпицентре, как я, Нью-Йорка, Манхэттена, я живу в самом центре Нью-Йоркской Манхэттенской жизни, там Ворнер, это программа СНР, от меня находится ровно в 40 метров, то есть я знаю, что происходит, и рынок мировой сегодня изобретанное искусство, я знаю, как никто, то есть я болезненно к этому отношусь, но я часть, видимо, его, но я хочу сказать, что Мишель Ру, он, я думаю, американцы меня знают, не потому что я Юрий Горбачев, что Горбачев, ассоциация, что он и родственник Горбачева, или потому что фамилия сыграла роль, нет, я думаю, моя энергия, уникальность, самобытность, и я думаю, что сыграла роль, как Мишель Ру, потому что он гений маркетинга, и, например, журнал, я специально не взял все журналы, несколько, например, Man of the Year, GQ, все знают журнал, Водка столичная, играла столичная, реклама к столичной, потому что миллионы американцев выписывают какой-нибудь, например, Bon Appetit, журнал, и наушники Горбачев, вот не потому что это случайность, но я серьезно этим занимался, потому что первое, когда Мишель Ру предложил мне рекламировать Абсолют водку, Биби, мой менеджер, она говорит, я говорю, Биби, я не хочу рекламировать алкоголь, это ужасно, я говорю, в Советском Союзе это считается даже аморальным, она говорит, тебе повезло, если ты это сделаешь, тебя будут завтра знать вся страна и в мире будут знать, я начал об этом думать, я начал об этом думать, и я тогда серьезно, я серьезно отнесся к этому проекту, и моя тройка первая, когда участвовали Шемякин, 16 тысяч художников, я был среди них, и через два дня, когда вышел журнал Time, Бог, One at Five W, и на бложке была столичная моя тройка, меня узнала по Америке, но я никогда не думал, что реклама сыграет огромную роль, она сыграла мне подсознательно, потому что я искренне изобразил угловку, боровичи, смешение, и водка как здание. Ну, как Энди Орхоу, он говорил, что вообще успех в бизнесе это самый интересный вид искусства, наверное, это тот случай как раз, да? Я думаю, что сейчас такой век, когда ханжество говорит, деньги не имеют значения, я думаю, что это лицемерие, конечно, играет большую роль. Сколько стоят ваши работы? Мои работы, мои работы, я думаю, что интересно, я думаю, что интересно о моих работах, я думаю, что, я ненавижу момент, когда люди прыгают в сценах, или они выдумывают, или художник, допустим, еще он мало знает, он знает, что мои работы дорого стоят, он вдруг приезжает, говорит, Юра, помоги, пожалуйста, не может выработать 17 тысяч, и в это нереально, потому что у тебя еще нет стиля, ты еще не стал узнаваемым. Даже мои работы, не потому что я, у меня была выставка вместе с Марком Шагалом, Шагалом, и мне, я так можно было трогать, даже такой каталог вышел, Макс Шагал, Юрий Горбачев, но мои работы, все равно сегодня еще, чем они реальны, потому что человек, который, у нас нет классов еще, я уже понимаю, я говорю о Советском Союзе, бывшем, то есть о территории Украины, то у нас нет классов, но самый большой комплимент, когда мы работу покупают, не просто олигарх, у которого очень много, там, миллионов, это естественно нормально для меня комплимент, что он купил, но вдруг в Америке молодая пара твоего возраста или моложе подходит и покупает работу в кредит, это говорит о том, что им искренне нравится, но я надеюсь, конечно, это сочетание нравится, и они понимают, что эти, они чувствуют, что эти работы будут долго жить, они во всяком случае верят, как и я, как инвестиции, как и, наверное, я как бы даже не имею права так говорить или заставлять, но в любом случае, каждый человек хочет, чтобы это нравилось, и чтобы через 20-40 лет дети или внуки имели это как собственность, что очень нормально. Юрий, давайте поговорим об Одессе. Я знаю, что вы в Одессе жили 20 лет, ни много, ни мало. Именно отсюда вы эмигрировали в 91-м году. Насколько я знаю, экспрессы после убийства близкого друга. Можно узнать, кто это. Это был Витя Коваленко. Я не думаю, что его убили, потому что он там мацинат или бизнес. Просто ситуация, и он явился примером, он был самый близкий интеллектуально там друг, товарищ, который знал английский, который мне, даже он ощущал это время 90-е годы, он понимал, я понимал, что это время 90-е годы не для художника. Я занимался керамикой, моя студия Базарная 6, и я помню, когда приходили письма сначала, что нужно Горбачева проверить, что он материала много выполнил, что-то такое. Мне было так странно. И когда в 2 мая Петровна мама позвонила, Витя мне говорил, я никогда не забуду этот момент, она говорит, что он что Юра, Витя нет, его убили. Я был потрясен, но у меня интуиция была, что творится какой-то, творится неуправляемая ситуация социальная, что у меня 3 сына, которых я безумно люблю, и как художник я понимал, что сегодня, если я займусь даже живым, если монументально, или они сегодня не время для художника, особенно для моего масштаба, то есть моей энергии, я понимал, что от детства было зажато для меня. Его убийство, это не непосредственно, потому что он стал зарабатывать или искать путь в бизнесе, он, это его жизнь, уход его выпал именно на время страшных изменений, тяжелых, когда люди делали выбор, а еще раньше, когда уезжали 20 лет 70-х, я думал, там карманюки, по-моему, я думал, как, то есть настолько воспитание, Советский Союз, я в армии служил, я считал, что их ненормальные люди, которые вдруг покидают страну, я считал, что это просто аморально, я переживал, но на самом деле это все, я сегодня человек мира, я благодарен, что здесь прожил больше 20 лет, родился в России, я думаю, весь успех, если говорить о моем успехе или интересе, то как раз жизнь в Одессе сыграла самую значительную роль, потому что я не думаю, что есть еще город в мире, где можно заканчивать 28 академий и не получить, то есть Одесса настолько, люди здесь прожившие, они обладают интуицией, контактом, у них не то, что позитивная энергия, я их узнаю в Токио, я узнаю, когда я выхожу на 57-й своего дома, я их узнаю в Берлине, это говорит о том, что они узнаваемые, потому что и в искусстве для меня самый важный момент, как и для любого художника, это узнаваемость, самое главное, это в моих работах они узнаются. Юрий, ну вот не могу не задать вопрос, есть такое даже трансформированное выражение, скажи мне, кто жена, я скажу, кто ты, давайте поговорим о женщинах, Юрия Горбук. Кто ваша женщина? Была и остается на первом месте Наташа, моя жена, мы с ней развелись, уже в Америке, трое из Наташи, она человек очень верующий, я даже как бы чувствую, мне часто говорят, а вы религиозный человек, потому что в Америке, Америка это мультинациональное, и говорить там, например, если говорить, жуешь, или маслем, и негативно, это глупо, это, во-первых, неправильная позиция, в Америке нет слова, когда говорят, мы евреи по национальности, если мы украинец, они говорят, мы Jewish culture, это, говорит, culture, религия, там есть религия, и для меня человек очень религиозный, немножко не сумасшедший, я думаю, что я человек верующий, но говорит, что я прямо соблюдаю все знаки, бабушка моя всегда говорила, Юра, ты говоришь то, что хочешь, но на уме держи Господа Бога, и он все слышит, и все знает, вот в это я верю, но я не фанатик, я не люблю фанатичность, потому что истинные люди верят в Бога, но проформанс, который создаются сегодня, исключая, пусть и рай, я думаю, что это, конечно, амбициозно, и это пиар, такой пиаровский, на мой взгляд, даже, я бы сказал, мейкселью очень сильное внимание, это иногда рушит истинно верующих людей, они очень переживать начинают, это может быть через край, но это определенный ход, который я не могу сегодня расценить, в эту секунду, хорошую, плохую, но он вызывает некое раздражение, как некие люди, шнобистские люди, они подходят, они говорят, смотрят на меня только визуально или поверхностно, я сразу понимаю, что они имеют в виду, я думаю, что ничего пройдет время, и вы сами отметьте внутри себя, что вам нравится праздник, позитив, и мир существует, на мой взгляд, потому что больше 50% и не рушится позитив, 1% меньше, любая экономика, политика обречена на провал, всегда нужно иметь больше плюса, Ну вот, женщины помогали вам в успехе, то есть Наташа, основной, да, я думаю, я думаю, если сразу быстро, я думаю, что, если быстро сказать, что, я думаю, сыграла роль Диночка, Диана Муиловна в Одессе, которая была моим основным учителем, некоторые считают, что моя тетя, и подруга, учитель, потому что первая студия, когда начала работу, это Гончаренко Иванович и Дина Клювган, которые, эстетику, линию, они работали на Дуревском заводе, главного художника, они были очень серьезные кинемисты, и, закончив «Худграф», я никогда не выходил из этой студии, но это были женщины, она, и я смотрю, Апиби, которая является моим менеджером, и 80% успеха в Америке, в мировом успехе, она играет роль, потому что Беатрис, мой менеджер, она же занималась, видал сосун, это известный, Бьюли Салон, она даже бросила это занятие, занимается больше мною, я думаю, что даже Хилари сыграла огромную роль, потому что человек, который уезжает в другую культуру, не имеет поддержки новой культуры, он обречен, наверное, или он будет тогда как бы частью, только там, допустим, русского комьюнити, или там, китайского поддержки, я думаю, что как мировой художник, во мне есть, во мне есть обязательно влияние, очень серьезной еврейской песни, еврейской культуры, мусульманской, русской, украинской, одесской, это смешение, но отбор произвел я сам, даже доктора, когда я выбираю, мне не нравится провинциальность, когда говорят, это ваш, это твой доктор, и говорят, ты похож на него, я не нашел сегодня ни одного человека, который точно на меня похож, и доктора умирает, бывает раньше пациентов, нужно самому быть суперинтеллектуальным, нужно имать меры чувства, интуицию, интеллект, я думаю, чем интеллектуальный человек, чем он интересен. Отлично, и женщина, вы вот пишете, секс это 7-9 минут, а потом нужно разговаривать, женщина должна волновать, кто сегодня волнует, Юрия Горбачева. О, мой гад, я оставлю это секретом, но их на сегодняшний день 3 женщины, я не буду называть их 3, я не думаю, что это любовь, сильная любовь, и в любом случае, она у каждого почти человека, но есть люди не родившиеся, но это как болезнь, поэтому многие, которые слушают передачи, они могут обидеться, и так далее, даже из этих женщин, но время меняет даже расстановку, но я думаю, что это все касается, на сегодняшний день, не одесса. Ну, женщина, это муза для вас, друг, помощник, кто это? Любовь, крылья, что это? Я бы не делил вообще весь мир, например, просто, как есть такая Овсяникова, очень моя любимая протесса, я ее любил, как женщину долго, она говорила, одно из ее любимых стихотворений, мои мной любимых, она говорила, враги надежнее друзей, они не покидают, они на своих цепей порой вынимают, а потом она как женщина, более женщина, это серьезные стихи, как бы мужские враги надежные, но она говорила, я люблю танцевать по огню, по огню, что я сама разжигаю, я от этого силы теряю, но люблю танцевать по огню, имеется в виду, она как женщина раскрывалась, она сочетание, то есть мне нравится, женщина не просто, она красива, а содержание, имею в виду возможность, одинаково, равноценно и взаимно продлить общение, потому что действительно секс, это может 7 минут, около 12, 25, и время меняет вообще отношения, но женщина должна волновать до последней секунды, но она должна быть и другом, может быть уже через 2 года, а может уже первую минуту, это надо чувствовать, потому что общие дела очень важны, это для меня, это считается существенным. Ну что, есть примеры, есть примеры больших там людей, значительных, принц, щас, например, не потому что он меньше, больше нравится, даже Хиллари Клинтон, Хиллари для Клинтона является в первую очередь другом, это я понял, живя в Соединенных Штатах, внутри страны. А как дети, кто для вас дети, насколько они помогают вам, есть ли у вас такое понятие, как семейный бизнес, продолжают ли они ваши традиции? Я люблю детей, мне иногда даже говорят, когда смотрят на меня, такие Гинсбург, Ира и Журбин, Саша, может вы слышали, они очень близкие мои друзья, Саша, Ира мне иногда говорит, Юра, ты еврейская мама, они мне в Нью-Йорке кричат за километр, почему? Они говорят, так детей любишь, как ты, мы не помним, потому что я о них рассказываю, я всегда говорю, мои дети тянут ручонки, они говорят, папа, дай, 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 как бы, я сейчас рассказываю, что я не знаю, кто любимый, более любимый, на сегодняшний день, это же греко, говорите, даже неуместно, сегодня я очень дружу с Платоном, потому что он в компьютере очень сильно, старше, он как больше друг, но я считаю, безгранично талантливый, Миша мой младший, Миша Горбачев, кстати, где, я планирую, я недавно на Facebook, он посылает свои работы, я его поддерживаю, потому что он больше внимания требует, он уникальный, он настолько талантливый, его линии не останавливающиеся, я планирую делать выставку, если я еще буду, там через год, или, я обязательно должен вместе с ним сделать, потому что я помню, его первый на Тюрьморте, я думаю, это так интересно, потому что у него другая история, графика, он попал в детский рисунок, книга вышла, первый детский музей в Сан-Франциско, 14 страница, и вдруг, я получаю эту книгу из музея, я уже был известный художник в то время, мне прислали, до этого предупреждение, почему я не занимаюсь сыном, он участвует в этом конкурсе, что я ему ничего не помогаю, Миша нарисовал, до того, как подать на конкурс, детский рисунок, чтобы попасть в музей, за 20 минут, он нарисовал картину, все едят, курицы летают вокруг, какой-то детский, видимо, у него подсознание, у него было 4 года, сюжет, такие на высоких стульях, много еды, виноград, много, какая-то рыба летает, и много курицы, и эта работа стала, но сегодня делать, он прекрасный график, он график, уникальнейший, знаете, всем стоит заново хвалить своих детей, я отношусь очень, требовательные к детям, я говорю там, линейные, доставляю, прошу, но я, как и говорил, я отношусь к ним так же, как к своим работам, очень требую. А что друзья, вам больше повезло с друзьями, они надежные, или были случаи, когда их предавали? Я так и прочитал, «Враги надежные друзей», они не покидают. Я думаю, процентов 80, не в процентах. Я обращаюсь к этому иногда, почему же я еду в Одессу? Когда я выезжаю из Нью-Йорка, Биби, уже зная меня более 20 лет, она всегда считает, что я принадлежу сегодня, там, всему миру, но Америка меня ждет и любит больше, что я зря трачу время, она дала мне последний раз телефон, она говорит, ты должен обратиться к психиатру, я бы думал, что поменять билет, потому что я говорю, так захлеб, какой интересный Петербург, какая детства, воздух, как детали, она говорит, ты ненормальный, обратились к психиатру. Она не то, что не родилась, она никогда здесь не была. Но вы здесь купили квартиру, на самом деле? Я купил квартиру, кстати, я не только не жалею, это все как забота о работах, что могут увидеть их в бывший СССР, и в то же время, я надеюсь, что все-таки трое детей, был старше и младше, и средний, приедут в Одессу, покажут то, что они делают, и почувствуют, что меня здесь тоже, как в Америке, любят многие детские люди. У нас есть сюжет от ваших друзей, которые вашу личность пытаются комментировать. В чем секрет Юрия Крапачева? Давайте посмотрим. другая гад. Юра много умеет дружить, у него друзья и звездные, хорошие, и дружба ему помогает, и любовь. Вот он счастливый человек, и искусство его такое же. Иногда художник вот эту игру придумывает и сочиняет, а вы увидите его и поймете, что это все от души, от сердца к сердцу. Он человек очень открытый, он человек очень добрый, он человек очень увлеченный, и вот весь его азарт, любовь, радость жизни, успех есть в этих картинах. Недаром же считается, что картины Горбачева приносят счастье. Я с Юрой Горбачевым знакома уже более 40 лет и дружу. И в Одессе дружила, и после его отъезда в Америку мы продолжаем общаться, мы дружим. Юра Горбачев совершенно уникальный человек, талантливый художник, очень. Но не только талантливый художник. Юра – харизматическая личность в том плане, что он и архитектор, он философ, он керамист, он режиссер, он артист, он актер. Самый главный его талант, талант Юрия Горбачева, на мой взгляд, заключается в том, что это человек необыкновенного общения, совершенно необыкновенного общения. У него такая харизма в этом плане. Он настолько любит людей, люди настолько любят его, что тянутся абсолютно все. Я бы сказал, что он добрый человек, он прекрасный друг, он всегда будет, хотя он очень увлечен своим творчеством, своей работой, но как друг он прекрасный. Если надо, он всегда тебе поможет и как может, посочувствует и так далее. Хотя он как увлеченный человек иногда кажется, все, он никого не видит, кроме этой работы. Но потом понимаешь, что задним где-то зрением он услышал, увидел, он так и говорит, ничего, ничего, ты говори, я все слышу. Самая последняя ситуация, мы с ним поехали на моей машине в Пловдив, на его выставку. Это было вот этим летом в июле, да? Ну и так получилось, что мы решили на машине, ну не учли, какие там дороги. И, конечно, Юра просто пришел в ужас. Я думал, он там будет устраивать истерики и так далее. Он совершенно все спокойно воспринимал. И только на крутых поворотах, там в районе Шибки, когда там такие вот перевалы и так далее, он так открывал глаза. Ну ты смотришь, не перевернись, и опять их закрывали. И мы так ехали. То есть он, в общем-то, всякие разные ситуации воспринимает очень нормально. Я могу рассказать, как мы вместе поступали на художественно-графический факультет. Мы вместе писали сочинения, тогда был такой экзамен. И вот это сочинение, мы с ним на пару, уже можно признаться, мы с ним чудненько сдули с газеты, литературная газета, в которой я накрывал стол, но там оказалась передовица, которая по теме нам обоим прекрасно подходила. Вот с этого момента мы начали дружить и, в общем-то, практически всегда с чем-то делились, всегда друг другу помогали и всегда сохраняли хорошие отношения. Меня, вот знаете, какой, всегда человек праздник, даже когда у него не все хорошо. Вы знаете, всегда от него исходит, вот он умеет жизнь сделать веселее и ярче, чем она есть. Я говорила, что его люблю, я говорила, что всегда рада с ним видеться, что желаю ему успехов, всегда говорю. Здоровья, тоже говорила. Нет, ничего нового я не могу сказать, потому что я люблю его много лет. Вот такие признащины. признание. Она так звонила, она мне звонила раз в 12, а я знал, что она из Бруккина, она не может увидеть Нью-Йорк, если не побывает у меня. Я ее пригласил, мы были, я почувствовал, что она была достойна себя ощущала, увидела реально, где я нахожусь. Вы видите, какая любовь от Одессы веет. И у меня есть в этой связи последняя часть нашей сегодняшней программы, так называемый портрет. Сейчас художником буду я, Юрий, вы меня уж простите, я буду задавать вам вопросы о начале, а вы попытаетесь отвечать на эти вопросы очень быстро, бегло, и мы попытаемся нарисовать портрет, мы попытаемся нарисовать портрет, Юрия Горбачева готовы? Да. Не боитесь? Нет. Итак, Юрий Горбачев, в жизни главное? Свобода. Я говорю правду, когда? Всегда говорю правду. Моя страна эта? Моя страна Америка с Одессой. Моя религия? Интернационалист. Нью-Йорк? Нью-Йорк это и настоящее будущее, стиль его люблю, энергию его люблю. Наверное, на пирамиде я ставлю номер один рядом с Одессой, но я в нем нахожусь уже. Я думаю, планку никогда не приведу. Главным моим достижением за последние годы я считаю? Русский музей. Я думаю, что самая важная работа царя Николая со своей семьей самым значимым для мира русского искусства работа там находится. Главная моя ошибка, я считаю. О май гад! Я думаю, я с тремя детьми поехал в Америку, я об этом никогда не жалел и не жалею. Надеюсь, что это не повторится с нового переезда. Для меня авторитет? Каждую минуту он является другим, все зависит от ситуации. А сейчас надо остановиться, наверное, по телефону. Можно отключить? Сейчас, секундочку. Давайте отключим, надо было раньше отключить. Да, я не верю. Ничего. Это пусто будет в кадре. Да? Да. Давайте продолжим. Это первый раз, мы так долго говорим и не позвонили еще. Я должен убедиться, что отключено. из мировых лидеров я симпатизирую. Я люблю, мне кажется, самым достойным для меня есть мать, мама Тереза. Мама Тереза, я не думаю, что ее отнести к каким-то политикам, профессионалам. Она образец безграничной полета какого-то маленького тела. И когда она умерла, я помню, даже эти съемки, она лежала и энергия от нее исходила. Какая мировая. Ощущение, что она додолго останется в сознании интеллектуальных людей, общих людей живущих. Я вырос в семье. Я вырос в семье, которая любит яркость, яркость, простоту, откровенность и очень бедная семья это была. Моя мама верила, что я... Моя мать хотела, что я был счастливый, и она хотела, чтобы было минимум два внука, у меня три. Она счастлива. А в конфликте я стараюсь... Смягчить все. Я не люблю конфликты. Не люблю людей, которые их создают. Я не подам руки человеку, который... С ног, без претензии. Я бы изменил. Я бы изменил, возможность... Я бы изменил возможность человеку, который истинно хочет жить долго, жить бесконечно, почти бесконечно. Вы удивитесь, но я... Я буду вас удивлять еще и еще. Хорошо. Мне трудно. Мне трудно в три-четыре ночи, когда я должен спать, для меня ужасно, когда... Я не люблю сон, я не люблю спать. Мне хотелось, чтобы была какая-то медицина, может быть, есть компания медицинская, Pfizer, придумает новую медицину, когда уже не спать, а все, мне не хватает времени. Есть всего две вещи, которые... Это любовь и здоровье. Я благодарю. Я благодарю всех, кто сейчас в эту секунду меня смотрит, и мне искренне хотелось бы, чтобы меня любили. Мои хобби. Это опять обращение к творчеству. Для меня однозначно дети, дети моей работы, что остаются навсегда, навечно, долго, на долгие времена. Я передам потомкам свою линию не останавливающуюся, яркость, контраст, открытость, открытость. Мне нравится открытость, а как противоположность скучность. У меня скучно было, это я ненавижу себя ничего. Моя жизненная креда. Вперед, 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 вперед. С нами был Юрий Горбачев. Вот такой он. Человек-праздник, человек-солнце, человек-фонтан. Будьте с нами, смотрите Люди-Бренды. И всегда мы вас порадуем самыми лучшими людьми мира. До свидания.